здравствуйте в эфире телеканала видное тв программа путь к успеху новый выпуск новая героиня новая интересная история необычная вы знаете я ловлю себя на мысли что все женщины которые так или иначе приходят к тому чтобы создать свой бизнес за их плечами стоит очень необычная жизненная ситуация которая послужила к выбору такого стиля жизни в студии юлия погосян я хочу вам представить свою героиню карина ковалева владелица магазина территория праздника женщина которая создает праздник вокруг нас карина здравствуйте растите юля но раз уж мы начали уже непосредственно том деле который вы сегодня продолжаете и кстати говоря скоро новый год и наверняка многих зрителей прямо сейчас возник вопрос так хорошо территория праздника где находится и куда идти за подарками мы конечно сегодня с вами поговорим о том что предшествовало тому чтобы открыть свое дело но расскажите чем так интересен ваш магазин что там можно интересного приобрести и какие интересные формы праздника вы предлагаете своим покупателям территория праздника это магазин где можно найти абсолютно любой ассортимент для каждого праздника от нового года дня рождения даже гендер пати огромный ассортимент основное направление это шары с гелием оформляем мероприятия выездные арки зоны и стандартные наборы с этой для детей взрослых а где находится этот магазин и вот знаете хотелось бы такой еще вопрос спросить что сейчас в моде у ваших покупателей находится магазин поселок лопатино в торговом центре в моде моде черный 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 наверно поэтому вы сегодня в нашей студии тоже в черном да вы в коричневом тренда 2000 2024 года понтон опережаются вы опережаете события мы будем за ними но кстати коричневые черные сочетания такие необычные бежевые нюдовые все вошли в тренд в шарах и волна волну подхватили очень нравится людям черные цвета несмотря на какие-то свои убеждения многие переходят на черный даже используя черные ленты атласные это все очень красиво прозрачные шары шары из конфетти все набирают моду но только полгода спустя я нашла ответ почему этим летом я была на дне рождения вроде такой модный праздник состоялся как раз в черно-белом правда оттенки и гостей тоже попросили быть одетыми в как раз в цветовую гамму эту самую ну а оформление может быть что-то привязанное каким-то мультфильмом сериалом ли каким-то сказочным героем это нашумевшая венздей черный и розовый это сейчас прям в тренду молодежи у деток это классические трикота щадящий патруль это все остается в тренде мультики мультики наше все а также чуть постарше это пиксели очень любят есть большой ассортимент от тарелок до уже пиньят пиньята вошли в моду дети очень любят наполняем туда конфетами это все разбивается в таком диком восторге они куча эмоций но насколько вообще существует до сих пор в реалиях нынешней экономической ситуации спрос на данное оформление праздников ведь я думаю ты не дешевое удовольствие спрос большое правда удовольствие как вы говорите не дешевая с каждым годом становится праздник все дороже и дороже потому что гелий дорожает как только у поставщика госзаказ поднимается просто не просто поднимается вскакивается на гелий поэтому немножко сферы и ниша становится тяжелее и тяжелее но это такая проверка на прочность проверка на конкурентов поэтому мы держимся стараемся и гелий у нас есть всегда в наличии а что конкретно вашему предприятию помогает оставаться на плаву и конкурировать и не упускать своих клиентов конечно качество так как у меня есть дети и сама и аллергик я очень слежу за качество шаров и закупаю только у проверенных поставщиков гипоаллергенные шары они конечно же дороже но мы стараемся конкурентную цену держать но при этом давать наилучшее качество чтобы быть безопасно безопасно во первых наши сотрудники и получатели которые покупают нашу продукцию здравствуйте добро пожаловать в территорию праздника это наша входная часть наш остров остров основном занимается фото типографии ксерокопия распечатка также мы здесь демонстрируем шары в надутом виде гелевая занимается наша территория праздника оформлением мероприятий шарами торжественными оформлениями арки гирлянды фотозоны это наша входная часть находится возле эскалатора на втором этаже торгового центра основной наш магазин находится глубже пойдемте посмотрим а вот и наш магазин основной территория праздника сейчас уже подготовка к новогодним праздникам у нас уже новогоднее оформление оформляли шарами фольгированными латексными создаем настроение новогоднее готова вам показать много интересных новогодних подарков приглашаю вас внутрь посмотрим вот наша импровизированная фото зона здесь можно сфотографироваться с подарками уже купленными своим близким и родным здесь стенд у нас представлены новогоднего товара новогодние украшения елки свечи мыло все для нового года для мужская коллекция женская коллекция детская коллекция огромные банты это такая редкость найти большой бант на большую коробку у нас они представлены в разных размерах и цветах приходите всем упакуем мы занимаемся упаковкой подарков не затягивайте с этим делом потому что перед новым годом будет настоящий ажиотаж поэтому приходите красивую покорю упакуем соберем вам подарки далее у нас стенд с шарами здесь представлены латексные шары фольгированные шары фольгированные цифры фигуры звезды сердечки это наш основной акцент в магазине на шары это именно наш профиль далее представлены свечи фонтаны тортовые свечи в торт цифры также топеры и шпажки для канапе а также посуда и тарелки одноразовые стаканчики все для оформления новогоднего либо праздничного стола сколько времени вам понадобилось для того чтобы вникнуть и сейчас действительно все по крупицам знать уметь и тем самым позволяет своему делу жить я занимаюсь праздником с 2019 года как и все может быть женщины в декрете у меня посетила мысль о том что я хотела бы заниматься чем-то своим она тогда немножко сфера была другая мне было интересен цветочный бизнес и я отучилась дополнительно на флориста бизнес флористики мне было это очень интересно открыла свой магазин но к сожалению из-за того что нам пришлось переезжать из одного района в другой мы закрыли искали долго помещение не могли найти подходящее нашли маленькое тогда к сожалению цветы не получилось установить поэтому остановились только на празднике и мне это все понравилось потому что с цветами есть куча нюансов это в первую очередь скоропорт достаточно тяжелый бизнес те кто пережил 8 марта цветочники я думаю меня поймете это это тяжелый труд шары шары это праздник это то дело которое доставляет мне удовольствие я вижу как горят глаза у людей когда они забирают свои заказы шары это всегда привлекает внимание это счастье это радость это ассоциация а мы так как по территории праздника мы дарим радость но видите что выясняется получается вы предприниматель уже с опытом и территория праздника не был первым опытом а были все-таки цветы так что получается вы с молодости поняли что ваше направление это свободное плавание правильно или все-таки был толчок от каких-то других людей да я с самого детства знала что я буду заниматься сама буду развиваться так получилось по жизни что было много направлений где работала работа меняла часто потому что мне что-то нравилось что-то не нравилось хотеть хотелось чего-то нового постоянно начала я свою деятельность с простого курьера в москве мне это очень нравилось мне нравилось изучать москву далее развивалась уходила в другие сферы занималась продажей аксара для телефона это очень интересная школа как свое дело нет это я наемный работник да дальше занималась управляла автошколой все очень нравилось все помогало мне развиваться и понимать где-то что-то по крупицам собиралась как ведут бизнес как развиваются как обучают штат и так далее все это помогло вот мне создать какую-то базу в голове исходя из которой я уже смогла создать что-то свое я знаю что территория праздника это не одно предприятие с которым связано ваше дело сейчас все еще существует фотостудия которую вы начинали вместе со своим супругом до существует мы развились и территория не одна у нас сеть в паре мы работаем как оказалось очень схож контингент очень схожи покупатели поэтому мы стараемся в одних помещениях создавать и фото услуги и праздник но я так понимаю что с фото услугами сейчас немного сложнее стало потому что произошла до отличная трагедия до сложнее изначально стало сейчас уже конечно так как есть сила воли собралась мыслями обучилась обучила сотрудников и в целом процесс запущен все работает на том же уровне конечно не хватает супруга но работы были ли мысли о том чтобы прекратить какую-либо деятельность именно со своим делом связанную после того как ваш супруг ушел вы знаете я когда я была в положении на 9 месяце когда у меня ушел супруг я беременная пришла к себе в салон так оперлась на стойку думаю как же я буду без него а потом что-то такое внутри толкнула у меня мой сыночек даниэль и я поняла что силы будут есть ради кого стараться и собралась с мыслями и я работала буквально до последних дней до родов мне сказали что ты прям с работы уедешь в роддом ну практически так и получилось конечно ситуация с которой с вами произошла это такое испытание жизнью такой опыт который не дай бог кому-то еще пережить то есть такой опыт это не тот опыт который бы хотелось получить согласитесь когда молодая женщина на последних сроках беременности и теряет супруга кто-то оказывал поддержку вам вообще в принципе жить дальше конечно это родители родителям огромное спасибо они поддерживают до сих пор и если бы не было родителя не знаю как бы я справилась потому что вся функция воспитание легла на них потому что мне нужно было работать и я работала как я уже говорила до последних сроков и буквально там через несколько дней после роддома выбежала на работу потому что нужно было контролировать я не знаю можно это в эфире говорить осцеживалась выбегала бегала на работу снова приходила домой кормила ребенка и сама очень сильно похудела бегала туда-сюда но собралась собралась в силу и волю в кулак и понимала что нужно нужно себя собрать и нужно нужно работать а родители родители меня всегда поддерживают во всем конечно к помимо родителей было друзья коллеги простые люди те кто нас знал была оказана огромная помощь помощи в похоронах помощь и в бизнесе во всем арендодатели то есть пошли люди встречи да я не знала что так много в мире добрых людей которые просто так могут какие-то функции на себя забрать помочь было ощущение что супруг тоже поддерживает оттуда вот внутренне как то вы ощущаете с ним связь конечно конечно ощущаю когда я уже родила мне приснился он приснился улыбающийся счастливый я так понимаю что он видит видит меня видит сына и все пошло в рост то есть если когда мы с ним открывались мы можно сказать около года с ним проработали вместе когда открывали все так было ну хватало на жизнь в принципе все устраивало после его ухода все пошло по-другому начало все развиваться открылась вторая точка открылась еще одна территория большой магазин он всегда мечтал о нескольких точках и это была прямо заветная мечта и когда я открыла смогла открыть этот магазин без опыта потому что большой когда ты у тебя 20 квадратных метров это одно а когда у тебя там 60 квадратных метров плюс еще остров это совсем другие деньги другие ресурсы другие возможности и чувствуется чувствуется поддержка что где-то свыше помогает и дает силы развиваться дальше можно сказать что вы это все делаете продолжаете делать только ради него или сейчас ради себя детей не могу сказать что ради него я делаю это в первую очередь я бы сказала даже ради себя потому что всю жизнь были амбиции всю жизнь я хотела чего-то большего доказать всегда хотела доказать всем что я могу и каждое утро я просыпаюсь смысле то что я сегодня смогу это сделать я смогу сегодня закрыть какой-то контракт скажем тогда я смогу сегодня сделать это оформление на это все мысли они же в голове это и каждое утро просыпаешься с какой-то мысли там элементарно даже с перестановкой в магазине в квартире его любой в сфере все у нас в голове вот все наши проблемы все наши возможности все наши удачи и успехи все у нас в голове поэтому развиваясь ради себя ради детей и мой супруг видит и помогает как складываются взаимоотношения с детьми хватает им мамы как проводите время вместе мама конечно не хватает работающая мама 24 на 7 на телефоне конечно не хватает конечно покупаются все покупаются игрушки радости компенсации а не хочется называть это компенсации но наверное выглядит для взрослых это так а для детей не знаю для детей детей сейчас другой мир если раньше у нас из игрушек была деревяшка из которой мы делали все и лупа да и листочек да и мы сами были развиты самостоятельные то сейчас дети это игры компьютерные планшеты и если ребенок там чего-то не знает и у него чего-то нет и появляются комплексы хочется чтобы у детей было все но при этом они были с воспитанием при этом чтобы они понимали откуда это все берется мой старший сын мне помогает когда приезжает товар это его любимое занятие мы вскрываем коробки он рассматривает это все раскладывает помогает клеить ценники то есть сколько ему лет ему 6 лет вот мы его увожу в магазин так мы стараемся проводить время вместе а вот и мой маленький помощник его зовут марсель привет марсель давай подарим нашим зрителям новогоднее настроение взорвем эту классную хлопушку и карина ну а все-таки есть заветная мечта который вот вы идете вы сказали что у вас всегда были амбиции иметь свое дело быть успешной на сегодняшний день пока уже закрыт такой промежуточный этап или все-таки есть конечная точка который будете бить промежуточный закрыт я купила наконец-то квартиру своей мечты вторую скоро переедем ждем от вот ключи галочка поставлена хочется теперь купить землю построить дом потому что дети должны жить в доме все-таки хочется есть и кошку собаку чтобы у них было полноценное детство чтобы они учились ухаживать и воспринимать животных чтобы они брали на себя ответственность учились при первых мы в ответе за тех кого приручили они должны это понимать ну то есть мы говорим о том что женщине по силу да по силе себе себя обеспечить свою семью исполнить свои заветные мечты ваш опыт это доказывает это возможно и я вам скажу ключевую фразу возможно если убрать лень лень всему виной хорошо выглядеть просто не ленись быть успешным просто не ленись лень убивает все и карьеру и личную жизнь и внешний вид все убивает лень просто собрать себя каждое утро встаешь говоришь мне дела я делаю и продолжаю сделать карина спасибо вам огромное за эту увлекательную беседу я думаю что как и другие героини нашей передачи вы сегодня подарили частичку какого-то опыта знаний нашим телезрительницам которые может быть уже наметили себе благодаря нашей передаче какие-то изменения в жизни спасибо это была программа путь к успеху сегодня у нас гостях карина ковалева владелица мастерской праздника территория праздника приглашаем вас всех тем более в канон нового года украсить свое жилье или может быть предприятие замечательными красивыми украшениями и шарами мы прощаемся с вами с вами была юлия погосян на телеканале видное тв всего вам доброго до свидания